Привет, друзья! Сегодня продолжаем делать вкусные, аппетитные домашние заготовки, чтобы зимой максимально разнообразить свое меню и насладиться дарами лета. Сегодня у меня для вас замечательный рецепт хрустящих маринованных огурчиков. Это лучшие огурчики, которые я закрываю на зиму. Давайте, друзья, начнем приготовление. Итак, для начала у огурцов обрезаю с двух сторон хвостики. Далее хорошо промываю под проточной водой и их замачиваю на 3-4 часа. Подготовлю крышки и банки. Крышки обязательно кипячу, а банки просто мою содой и высушиваю. Начинаю заполнять банки. Итак, друзья, здесь можно брать много разнообразной зелени. Я в каждую банку кладу зонтики укропа, веточки укропа, листья хрена и острый перец по вкусу. Я перец нарезаю колечками и добавляю по 2-3 колечка в каждую банку. Банки у меня объемом полтора литра. Также, друзья, при желании сюда можно добавить, например, листья вишни или смородины. Банку далее плотно заполняю огурцами. Огурцы можно брать любого размера. Они могут быть как крупные, так и мелкие. Здесь все по вашему желанию. Также в каждую банку кладу по 3-4 зубчика чеснока. Подготовленные банки с огурцами заливаем кипятком до самого верха, прикрываем крышками и оставим их на кухонном столе, чтобы они постояли 15 минут. Далее при помощи специальной крышки воду из банок мы будем выливать. Она нам для дальнейшего приготовления уже не понадобится. Далее в каждую банку добавляю по 1 чайной ложке семян горчицы. Сюда же добавляю розовый перец 15 штук в каждую банку и черный перец горошком по 10 штук в каждую банку. Друзья, обязательно приготовьте огурчики по этому рецепту. Я уверена, что они вам очень понравятся и сохранятся в вашей копилочке. Далее заливаю банки с огурцами крутым кипятком до самого верха второй раз и оставляю их на кухонном столе, чтобы они постояли 10 минут. Таких огурцов, друзья, закрываю на зиму очень-очень много банок и мы едим просто с картошечкой. Добавляю в салаты. Да, это просто объедение, а не огурчики. Далее при помощи специальной крышки воду из банок мы сливаем, но уже в кастрюлю. Вот эта вода нам уже пригодится и понадобится для дальнейшего приготовления огурцов. А теперь в каждую банку добавим по одной столовой ложке соли, это 20 грамм. Еще раз повторюсь, что банки у меня объемом полтора литра. По одной чайной ложке уксусной кислоты, если вы будете добавлять 9% уксус, количество уксуса я вам пропишу под видео. Также там будут прописаны все ингредиенты. И добавляем по 3 столовые ложки сахара, это 80 грамм в каждую банку. Тем временем кипятим воду в кастрюле, которую мы слили из банок с огурцами. И горячей кипяченой водой заливаем банки до самого верха. Плотно герметично закрываем крышки. Обязательно огурчики укутываем полотенцем, пледом или одеялом и оставляем их до полного остывания. Друзья, обязательно приготовьте эти чудо хрустящие, сладковатые и очень вкусные огурчики на зиму. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Обязательно подпишитесь на мой Дзен канал, где видео выходят ежедневно, даже и не по одному видео. И заходите в телеграм, где мы с вами говорим не только о еде, но и о жизни. Так что, друзья, делитесь своими рецептами, жду ваши комментарии. И до новых встреч! В этом году у нас с вами будет очень-очень много заготовок на зиму. Мы с вами будем экспериментировать и готовить самые вкусные, проверенные рецепты заготовок. Всем пока-пока!